В эфире Народное славянское радио. Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 29 июня 2017 года четверг, по одному из старинных, 39-й день, месяц ветров, 7525 лета, пятница. Мы начинаем же эфир, который будет посвящен теме «Державное мировоззрение. Его отличие от цивилизационного». Вот такая вот интересная тема, чуть язык не сломал, выговаривая это противное иностранное слово «цивилизационное». Но поскольку оно существует, то так или иначе мы его употребляем для того, чтобы сравнить, а что же такое «державное». И автор-сказитель у нас сегодня заявлен Алексей Орлов. Ой, ёлки-палки, это же я. Вот я сам себя представляю. Здравия тебе, Алексей. Здравия, дорогие радиослушатели. Здравия всем. Ну а помогать нам будет сегодня Вера. Здравия тебе, Вера. Здравствуйте всем. И Елена. Здравия тебе, Елена. Здравия всем. Вот. И, естественно, ещё одна помощница у нас — это Светлана. Она будет вопросы из чата Народного славянского радио к нам сюда поставлять. И вопросы из Ютуба на нашем канале. Поэтому, если вы хотите задать какой-то вопрос, то, пожалуйста, не забудьте написать вопрос в эфир или реплика в эфир. Тогда Светлане будет понятно, что это не просто вы друг с другом общаетесь, а задаёте вопросы. Ну вот после такого радужного выступления, радостного, давайте теперь будем разбираться, что же такое державное мировоззрение, что же такое цивилизационное мировоззрение. Для начала, наверное, надо разобраться, что же вообще такое держава и что же такое цивилизация. Давай начнём, наверное, мы с Еленой. Елен, вот ты очень много общаешься с людьми разными, совершенно разными, поэтому тебе как глаз у народа я обращаюсь. Как твоё мнение? Что народ мог бы ответить, так если опрос провести, что такое есть цивилизация, что есть такое держава? Ну, я так думаю, что на сегодняшний день мнения очень сильно бы разделились, и вот что такое держава, наверное, скорее всего, мало кто знает и понимает. А что такое цивилизация, скорее всего, мнение, я думаю, такое, что цивилизация — это как бы полное удобство, это технологии различные, это исполнение твоих желаний, это возможности потреблять как можно больше, в общем, это получение удовольствия. Вот если кратко сказать, то цивилизация, она видится так, что это какие-то большие возможности у человека по удовлетворению своих потребностей. Вот так я вижу. Что касается... То есть говорят цивильно... Сначала про цивилизацию поговорим. Сейчас, то есть я уточню, то есть когда говорят цивильно, это значит, вот как раз относится к цивилизации, это всё, когда есть удобство, комфорт и всё хорошо, замечательно. Да, 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 вот в первую очередь люди так смотрят. Конечно, есть те, которые под цивилизацией понимают не только потребление, но и какое-то развитие человечества в плане некой духовности, в плане культуры в первую очередь, в плане человеческих отношений. Есть и такая группа людей также. Хорошо. А державу, если, так сказать, молодой человек или девушка, или женщина, или мужчина, будьте любезны, мы проводим вопрос. А что есть держава? Вот что бы тогда сказали на твой взгляд? Ну, может быть, я начну с того, что, может быть, что я бы сказала, что есть держава. Вот мне на ум сейчас приходит, что я бы сказала, наверное, это то, когда ты не рассчитываешь целиком на государство, на какого-то дядю, а когда ты понимаешь, что от тебя многое зависит в этой жизни, и что ты должен взять ответственность за свою жизнь, за свою семью, за своё окружение и за свою страну, может быть, так в высоком смысле слова. И вот это, наверное, и есть какое-то державное мировоззрение. А на улице держава, я, наверное, так думаю, скорее всего, сказали бы, что это что-то такое, связанное с самодержавией. Тут же возникает такая ассоциация, что, скорее всего, это будет какая-то картинка в ответах, связанная с предреволюционным прошлым нашей страны. Ещё скажут «державный шовинизм», да, такой? Да, это тоже могут сказать, конечно. Понятно. Нет, ну тут вариантов много разных, поэтому… Понятно, мини-опрос пройден. Хорошо, благодарю. Я прошу наших… Для начала. Да, для начала, да. Я прошу наших радиослушателей и зрителей канала YouTube всё-таки от себя тоже написать. А как вы представляете, чтобы большинство людей ответили на вопрос, что есть держава, что есть цивилизация? Потому что вы тоже глаз народа, вы тоже общаетесь с людьми, и ваше мнение для меня, в частности, я думаю, для всех присутствующих и для слушателей тоже было бы очень интересно. Итак, твоё мнение пока ясно. Мы сейчас переходим к Вере. Вера, что скажешь ты по поводу того, что есть держава, что есть цивилизация? Ты будешь с точки зрения народа или, может быть, прочтёшь что-то из заготовленного? Я думаю, что нужно сказать не с точки зрения народа, а вообще откуда появилось это слово «цивилизация», в какое время, и по понятиям научным. Давай. Первый раз появилось это впервые в XVIII столетии. И придумали это слово, ввели французские философы. И они выдвигали некоторый ряд идей и положений, которые в своей совокупности определили особенности воззрения просветителей того времени на общество и общественное развитие. И просветители первыми видели широкий научный оборот, понятие цивилизации, которое представляло собой их, по мнению, с одной стороны, определённый этап в развитии человеческого общества, следующий там за дикостью, то есть родоплеменные не наши в современном отношении, а вот, как говорят, другие совершенно отношения, которые с их точки зрения были. И всю совокупность достижений человеческого разума и их воплощения в общественной жизни различных народов. Вот. Также, значит, признаки цивилизации, по их мнению, включают в себя развитие земледелия, ремёсел, классовое общество, наличие или нет какого государства, городов, торговли, частной собственности, денег, строительство, религию, письменность и так далее. Ну и, соответственно, там всё и армия, и всё остальное. Вот. И причём, рассуждая на этот, на тот период, они, можно сказать, всегда подразумевали наличие какого-то правящего класса ещё в те первобытные времена. Вот. И входило, значит, потом, позже уже, где-то с этого века, XVIII века, обязательно должно производители через оброк или налоги, через использование рабочей силы, проведение общественных работ, всё это должно было регулироваться какой-то силой. Вот. И вот эта политическая структура уже начинается, которой они констерируют в своих руках исполнительные административные функции. И в то время, получается, государство обеспечивает систему социально-классовых отношений, единство территорий и составляет основу цивилизационной политической системы. И получается, что цивилизация, по их мнению, это совокупность своеобразных проявлений материальной, социальной, духовной жизни той или иной группы стран, народов на определённом этапе их развития. И понятие цивилизации выходит за пределы географических национальных границ. Любая из цивилизаций представляет собой сочетание специфических социально-экономических отношений и культурных, нравственных основ общества. Вот. Дальше. Каждой цивилизации присущи определённые общественно значимые ценности. То есть у каждой цивилизации свои ценности. Уникальное восприятие окружающего мира, исторически сложившийся образ жизни. Эти принципы объединяют людей одной цивилизации, обеспечивают её самобытность на протяжении всей её истории. Вот. Ну вот так вот можно сказать о цивилизации пока, о державности. Также опять учёные это определяют, что это большая мощная страна, например, ядерная. Или другие какие-то великие державы, наиболее крупные государства, которые обладают большим экономическим военным потенциалом и играют главную роль в мировой политике и международных отношениях. Ну и ещё вот есть независимое государство, как правило, крупное, обладающее большим, опять же, экономическим военным потенциалом и играющее опять роль в мировой политике и международных отношениях. Это вот со стороны современных и не совсем учёных. Вот так вот. То есть всё, что можно, собрали в цивилизации, и всё, что можно, добавили в державу. Да. Хорошо. Главное, что держава – это, по их мнению, крупное и сильное государство, которое обладает какую-то роль в мировой политике и в международных отношениях. Вот это. Главное, что вы думаете, согласны ли вы с тем, что сказала Елена, согласны ли вы с тем, что зачитала Вера с точки зрения так называемых учёных? Мне интересно ваше мнение. Я не хочу сегодня быть каким-то лектором, мне хочется с вами общаться вживую для того, чтобы сообща к нам прийти к какому-то, может быть, единому, может быть, не единому, но мнению. Если у нас это получится, то, я думаю, это будет интересно и полезно всем, не только мне, в частности, и участникам сегодняшнего эфира. Итак, ну а если так дословно «цивилизация» – это переводится что? Это какой-то строй, где есть граждане, да, судя по всему, он должен так переводиться, с латыни. «Цивилизация» он. Да? Алексей, а может быть слово «цивилизация» посмотреть с позиции образного значения буквицы ещё? Нет. По буквице, не знаю, вот это будет сложно вот сейчас об этом говорить, потому что могут разные значения. Там и по слоговой, и по отдельности, да. Ну да, там написание. А вот с латинского… Подожди секундочку, во сколько был вопрос задан, я отвечу. Дело в том, что слово «цивилизация» всё-таки это латинское слово. Понятно, что латынь вышла когда-то из одного из проязыков русских или славянских, вот, из одного наречия. Это ясно, но она уже была искажена, поэтому с точки зрения буквицы подходить к этому вопросу, наверное, не совсем разумно. Вот если слово «держава» как-то разбирать, то ещё как-то можно это рассмотреть. А от цивилизации там могут быть какие-то плавания не совсем верные, не совсем правильные. Это всё равно, что язык лунатиков переводить сначала на русский, а потом с русского ещё на буквицу, раскладывать буквицы. Да, Вера, пожалуйста. Ну вот, цивилизация с латинского – это гражданственный и государственный. Гражданство – государство. Вот это вот. Вот и всё, да? Да, вот и всё. То есть там, где есть… А потом дальше наворотили все остальные. То есть там, где есть граждане, есть государство. Вот у нас ещё один термин появился – государство. А что есть государство тогда? Кто мне может ответить? Смотря с какой точки зрения. С любой, с твоей точки зрения. Ещё есть слова «Родина», «Отечество». Но государство – это система, где на вершине общества стоит государь или правитель. То есть какое-то лицо, неважно, выбранное или захватившее власть и его приближённое. То есть меньшинство, когда меньшинство управляет большинством. Вот так вот где-то. Лена, согласна? Ну, да, конечно. То есть получается… То есть смотрите, что получается, интересно. У нас учёные любят всё обобщать. С какой целью? Мне кажется, с целью очень простой. Чтобы всех запутать, всё свалить в одну кучу и чтобы не было каких-то различий. Чтобы и так сказали хорошо, и так сказали хорошо, а вот так ещё лучше. И хочешь тебе государство, хочешь тебе державу, хочешь тебе… Чего угодно сюда подведут. Главное, чтобы только это были какие-то термины, которые употреблялись. И народ начинает путаться. И поэтому, вот как ты правильно сказала, Ильин, что сказал бы народ? Да он бы что угодно просказал. Вот как им учёные впарили, что Вера зачитала, то бы они стали рассказывать. Вот, сейчас у нас поступают уже реплики из Ютуба. В моём понимании, Григорий Врачёв, это из чата, в моём понимании цивилизация – это большой технократический путь развития. Это больший технократический путь развития. Так, но в этом случае… Ну, а о чём мы как раз и говорили тоже. Да, ну, Григорий, у нас же существуют различные виды цивилизации и упоминания. Например, цивилизация ацтеков, цивилизация майя. Там технократического пути развития как-то не припоминается. Там всё было довольно-таки природно и всё по-натуральному. Так, Джеймс Крисмо. Я прошу, по-русски, пожалуйста, пишите, представляйтесь, потому что я могу с ошибками-то и по-русски-то с ошибками читаю. Тут ещё по-иностранному. Где-то читал, что слово «цивилизация» в переводе с какого-то древнего языка означает «тупиковая ветвь». Вера, а вот что ты думаешь? Вот если эту ветвь размышлений рассмотреть, то что-то здесь можно выстроить? Да, можно. Вот получается так, что даже вот эти же современные учёные выделяют циклы цельсионного развития. Зарождение, развитие, рассвет и угасание. Вот, и, впрочем, это не всегда происходит прямо сразу зарождение, там, развитие. А может быть, зародилось и сразу угасло. Вот, цикл некоторых них прервается в силу природных катастроф. Вот, либо столкновение с другими культурами, так называемыми, тоже цивилизациями. Вот, и они, как ты говоришь, они были и скифская, и майя, и китайская, и шумерская. Всё это были цивилизации, так называемые. И получается, что, в принципе, они развиваются на каком-то этапе, и всё равно эта цивилизация принимает вот это значение, что это цивилизация, когда она уже умерла, и её тогда называют. То есть, в принципе, цивилизации, все у нас в конце концов приходят к упадку и умирают, заканчиваются. Цивилизация. Она как, получается-то? Елена, что скажешь? Я что скажу, что да, можно и так подойти к этому понятию слова, но всё-таки вот я, возвращаясь к нашим баранам, не выходит у меня из головы обращение к буквице. Я вот сейчас попробовала так кратко посмотреть. Всё-таки это получается, если слово разобрать, хоть оно и не русское, цивилизация, то здесь два раза ц, как бы постановка цели идёт. Здесь идёт постоянное уравновешивание, то есть необходимо здесь, это процесс, который должен постоянно уравновешиваться, какие-то знания с целями, какие-то людские задачи, какая-то людская гармония с земными задачами, с источником, и всё это должно прийти к некому образу. Вот мне вот как бы если просто написать через простую буквицу «Ижи», я не беру там «Ять» или «Ижея», или там ещё другие «И», но вот через такое современное написание слова, и вот если смотреть через современное написание слова, то тут получается всё время процесс уравновешивания чего-то с чем-то должен быть. то есть как бы глубинных знаний каких-то с целями, и это должно постоянно развиваться. Вот так вот я вижу. Но, естественно, оно должно как бы приходить. Это всё время надо гармонировать. Если гармония будет нарушаться, то да, вот как Вера сказала, мы можем прийти к какому-то концу. Можно, да, сказать ещё, что… Мне так кажется, что цивилизация, даже если переводить с латинского «гражданство» и «государство», изначально «гражданство» и «государственность» подразумевалась на начальном этапе теми же в XVIII веке учёными, что управитель, который стоит, он должен делать для своего народа всё, чтобы ему хорошо жилось. Но в конце концов оно не получается у этих управителей, или нет его желания, или нет умения, или ещё что-то. И всё равно это получается цивилизация, которая приходит к упадку. Вот так вот. То есть оно, и, может быть, государственность, оно имело и цивилизации хорошие изначально, но вот не получается пока. Ну, как всегда, хотели как лучше, получилось как всегда. Гладко было на бумаге, да забыли про враги, да? Да. Ещё из Ютуба реплика. Цивилизация приходит и уходит, а культура остаётся на века. Держава — это когда люди готовы жить по совести ради таких же людей, которые готовы жить ради нас. Дальше. Александр Зод Чияр из Ютуба. «Верно, культура — это всё». «Медвед» из Ютуба. «Все вышло и славян, истинный про цивилизации». Евгений Роденко. «Моё понимание — держава — великое объединение людей, у которых будет единая территория и культура». Марина Иванова из Ютуба. «Правда, наша земля — ад чужой цивилизации?» «Ту-ду-ду-ду». Хороший вопрос, правда? Да. В общем, исходя из всего, что и мы сказали, что здесь и нам написали наши слушатели и зрители, выходит, что цивилизация всё-таки это нечто уже такое, что когда-то было всё-таки отношение к тому, что было. Вот здесь так сквозит прямо этим. Например, вот сейчас если сказать, наша цивилизация, да, можно так сказать, сказать, но тогда как-то мне не укладывается, а при чём здесь те цивилизации, которые когда-то были, ведь о них очень-очень мало известно, а сегодняшние мы знаем больше. Ну да ладно. У меня тогда такой вопрос. А если цивилизация — это так здорово и так хорошо, и если сейчас у нас всё цивилизовано, всё цивильно, то почему столько много недовольных людей этой цивилизации, где всё цивильно, где всё, так сказать, должно быть культурно, где всё должно быть упорядочено, где под каждым кустиком должен быть туалет, под каждым лопушком должен быть стол, катерть-самобранка, все мы должны летать уже на Марс, по планетам ходить пешком и так далее. Почему столько недовольных? Как ты думаешь, Лен? Я так думаю, что человек всегда хочет большего и лучшего, поскольку человек — это есть некое желание, которое постоянно что-то желает. И исходя из этого, получается, что мы всегда чего-то желаем. И если человек не будет работать над собой, не поймёт, что он должен сам создавать свою жизнь, то он никогда не получит удовлетворение полностью своих желаний, потому что полностью желание человека удовлетворить невозможно. Одно желание удовлетворяется, но если нет духовной составляющей и какой-то гармонии в человеке, то вот эти желания, которые он удовлетворяет с помощью той же самой цивилизации, они будут постоянно изменяться, постоянно расти. Человек постоянно должен будет искать каких-то новых удовлетворений своих желаний. И это происходит потому, что человек ищет себя только в этих желаниях. А если он начнёт задумываться и пойдёт искать это всё внутри себя, то, возможно, будет больше довольных. Поэтому на сегодняшний день больше недовольных, потому что все желания человека удовлетворить невозможно. И все не могут быть одинаково счастливы. Я так вот вижу. То есть получается, что недовольство людей связано с тем, что они слишком много хотят? В общем-то да. Они хотят от кого-то это удовлетворение. Они хотят от государства этого удовлетворения. Они хотят от семьи этого удовлетворения. Они хотят мужчин от женщины, женщины от мужчин хотят это удовлетворение и так далее. От детей, от соседей. И всегда кто-то их не удовлетворяет. А на самом деле нужно всё-таки, пора обратиться внутрь себя и поискать вообще причины этих неудовлетворений в себе. А пока мы не ищем этих причин недовольствования в себе, не обращаем свой взгляд вовнутрь себя, получается, что вот эти недовольства кем-то всё больше растут, а их подогреть очень легко, эти недовольства. То есть мы сейчас подходим уже, наверное, к сути самого нашего вопроса, отличия державного от цивилизационного мировоззрения. Потому что вот эти вот запросы, о которых ты говоришь, они, мне кажется, в общем-то, будут созвучны и нашему разбору сегодняшнему. Так, значит, получается, что много запросов. Все запросы выполнить невозможно и поэтому недовольны. Вера, а ты что скажешь? Ну, я думаю, что нас подвели к тому, ну вот начиная даже с этого 18 века, то, что человек стал просто потребителем. И нас начали возращивать потребителей. Ну, однозначно. Потому что раз есть управитель или как-то государь, если есть государство, то и он только, вот его власть единоличная, ну, которая назначает и под собой ещё кого-то, а те под собой и так далее. Значит, другие должны работать на них. И получается, кто-то недоволен, кто хочет большего действительно. А зачем это большего? Если человек не может понять, для чего он всё это делает и не видит смысла в своём труде, то, конечно, получается недовольство с того времени. А сейчас, если человек полностью стал потребителем, то он уже не задумывается, многие не задумываются, я не скажу, что все не задумываются, но большинство не задумывается, зачем они всё это делают, для чего вообще, для чего они работают, для чего они столько вот с утра до ночи сидят где-то на работе постоянно, а детях забывают, там, о жёнах, ну, или о любимых. А вот эта вот вся работа поглощает всю их жизнь. Они стали потребителем. Там, квартира, машина, дача. Вот, больше ничего интересует. Даже вот молодые люди, сколько-то я знаю, что им семья не нужна. Им нужна вот машина, там, какой-нибудь телефон шикарный, вот, квартира, всё. Зачем мы? Ну, и так далее. В общем, вот так вот. Общество потребления. Цивилизация выращивает общество потребления на данном этапе. То есть, взращивают специально людей потребителями для того, чтобы они их больше хотели. Поскольку, когда человек много хочет, сам достичь не может, то необходимы те структуры управления, структуры власти, которые бы за них думали, как бы им хорошо жилось, давали бы им всё, что они хотят. И, естественно, возникает сам такой институт власти, который везде всегда во всём, и он всем и всегда помогает достигать чего-то. То есть, такой замкнутый круг получается. И чем ты больше хочешь, тем необходима больше вот эта система власти, чтобы себя проявляла. Потому что, когда возникает очень много желаний, появляются те, кто хотят что-то у кого-то отнять, а здесь надо кого-то поймать, кого-то посадить, кого-то засудить и так далее. В общем, власть, 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 и всё больше, 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 больше. Приплыли. Да, к деградации мы подходим, вот с этой вот цивилизацией, да. Приплыли. Классно получается. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Елена, что ты скажешь по этому умозаключению? Ну, я скажу то, что как бы действительно сейчас мы пребываем во время того, что все мы стали потребителями, и то, что сейчас происходит с человеком, приводит к тому, что им легче управлять. Чем больше человек потребляет, тем больше он хочет, и тем легче им управлять. Да, разворачивается. Это очень выгодная эта система. То есть, получается, крючочки, да? Мы тебе помогаем, но мы тебя и цепляем. Мы тебе помогли, мы тебя ещё сцепили. Заглотил наживку, а дальше... Ух ты, как всё интересно-то у нас получается. Ну, то есть, получается, развращение на всех этапах. Игорь из Ютуба. Не всё вышло из славян, или как могло выйти из славян, если всё потом потерять и позволить врагам здесь господствовать? Евгений Роденко. Цивилизацию убивает природу. Цивилизация, я, скорее всего, убивает природу. А когда заканчивается природа, начинается окружающая среда. Дальше Игорь. Реплика. Человек желает лучшего, но предсказывает самое наихудшее — это как. Аркуинон. Человек изначально настроен на постоянное совершенствование, поэтому ему нужны перемены. Дальше. Реплика эфира. Данила. Здравия ведущему и сказителям. Так помечтаю. Помечтаю, да. Моё видение. Образ державы, объединение самодостаточных, ладных, честных, в общем, минимум 144 качества добродетелей, а лучше побольше. Тут мера одна из добродетелей, так что не переборщишь. Существ. В общем, самых лучших существ с хорошими качествами, 144 качества добродетелей. «Форм существования того или тех, у кого или которых имён множество, множеств и никакого одновременно. Они — личности и единое явление, процесс, движение, всемирье в целом с целью жить счастливо и радостно, по любви, кто желает вечно. Благодарю за ответ». Я не понял, в чём есть вопрос. Да, по-моему, он сам написал ответ. «Да». Так, дальше Геннадий Романенко. Реплика в эфир. «Держава человека в большей части своей живёт в природе и использует ресурсы, которые восстанавливаются в природе». Виталий из Эстонии. «Цивилизация ци — это энергия или сила, а вилизация — это, возможно, от слова «визуализация». Это в переводе «зреть» или «видеть». «Цивилизация — это умение видеть, энергии в человеке или в городах». Ох, как интересно. Леночка Вея. «Держава, я думаю, это часть от цивилизации, это вся Земля». Оренбуржец. Реплика в эфир. «Здравия соведущим. Думаю, держава — это союз земледержцев, родов, живущих по кону, держащих свою Землю в порядке». Ну вот такие интересные реплики у нас прозвучали. Что-то для себя интересное отметили? Подходит что-то по своему мышлению, Елена? Ну, в принципе, мы как бы говорим все об одном и том же, только смотрим с разных сторон. Я так думаю, что мы как бы как в кристалле разные грани отражаем, а говорим об одном, и вот эти все наши мнения, они могут в некое единое целое сложиться. Вера, что скажешь? Ну, я думаю, вот если, что вот сейчас мы живем в цивилизации, вот наша Земля, цивилизация общая в мире, но я немножечко не согласна. Почему? Потому что есть какие-то места у нас на Земле, которые не тронуты. Вот цивилизация, в которой мы живем, вот в Европе, например, и сейчас вот в мире как в цивилизованном, развитом по современным меркам, а где-то очень каким-нибудь в Мазонке там или еще в джунглях каких-нибудь есть такие места, которые не тронуты нашей цивилизацией, и у них своя цивилизация, развитие. Вот я так думаю. А цивилизация или у них? Нет, я хочу сказать, а цивилизация или у них? Может у них что-то другое? А цивилизация у них почему? У них почему? Я имею в виду, если с какой точки зрения смотреть. Если смотреть с точки зрения научной, то у них тоже цивилизация, то есть определенный этап развития, то, чем они живут, там родовыми или родообщинно родовыми, в их понятии это все равно цивилизация, до какого уровня дошли они. Они там огонь разжигают трением или что-то там плетут из листьев, и вот на этом уровне у них вот эта вот цивилизация. И каким образом там у них отшляется их отношение социальное, это тоже, по их мнению ученым, это тоже цивилизация. Вот Вера когда-то хорошее слово сказала, этап развития. Да-да-да. Вот то есть цивилизация — это некий этап развития. И он постоянно меняется. А потом приходит к упадку. Почему? Ну разрушается всё уже, начинается что-то новое, потому что уже невозможно так становиться. Хорошо. Ну что ж, смотрите, у нас прошло 26 минут эфира, и мы, в общем-то, обменялись мнениями. Наши радиослушатели и зрители много что тоже написали. И теперь надо подвести итог, предварительный итог первой части, и, наверное, каждому из нас и каждому из слушателей и зрителей дать ответ. А вы довольны той цивилизацией, которая сейчас присутствует здесь, на Земле, в которой мы все, кто слушает радио и смотрит видео на Ютубе, живём, существуем? Как вам эта цивилизация? Как вы на себя в примерочную зашли, цивилизацию примерили эту? Как она? Не жмёт где-то, не подтягивает, не висит, не болтается? Запашок от неё какой? Как? Уютно, неуютно? Вот прошу ответить, как вам эта цивилизация? А пока вы пишете, я задам вопрос нашим соавторам. Итак, Елена, тебе вообще как эта цивилизация? Нравится, не нравится? Хороший вопрос. Я бы посмотрела здесь с двух сторон. Вот одна сторона, как бы посмотреть на эту цивилизацию, скажем так, как поднявшись над уровнем её развития, да, взглянуть, скажем, какими-то, я бы сказала, такими светлыми глазами, божественными, если получится, конечно. Вот. А вторая сторона — посмотреть изнутри, когда ты в ней находишься. Вот такие вот две стороны медали. И вот, ну, нельзя сказать, что как бы вся она плохая. Я не могу так сказать, сказать, что всё плохо в нашей цивилизации. Нет. Но в то же время многое хотелось бы изменить к лучшему. Но опять же вот здесь, чем больше ты хочешь что-то поменять в нашей цивилизации, что-то тебе не нравится, что опять же ты всегда возвращаешься к себе. Это я вот своё личное мнение хочу сказать. То есть, если что-то мне не нравится, то я всё равно должна заглянуть в себя. А почему это происходит? Вот у меня какой-то сейчас получается заколдованный круг, что я не могу предъявлять претензии к нашей цивилизации, потому что я сразу начинаю видеть некий недостаток внутри себя. Вот такая самокритика. А если посмотреть, конечно, попробовать так, пофантазировать, посмотреть глазами, скажем, человека, которым мы должны стать, с позиции более высокого духовного развития, то, конечно, многое надо поменять. И даже глядя с той позиции, мне кажется, что прежде всего нужно менять себя. Вот такое моё мнение. Я тебя понял. Ты сейчас спустилась в рассуждение, хороша ли ты на этой земле. А я задал вопрос простой. Устраивает ли тебя цивилизация без разбора, хороша ты или плоха? Это не понимаешь, у меня сейчас вот эти понятия, они как бы сливаются. И вот что-то меня устраивает, а что-то меня не устраивает. И вот так же и получается, что я и говорю о себе. То есть как бы если я хочу сказать, что меня не устраивает цивилизация, то я сразу же как бы натыкаюсь, что меня не устраивает себе. А что меня не устраивает цивилизация, Конечно, есть вещи, связанные с социальными вопросами, которые не устраивают. Есть вещи, которые не устраивают с вопросами духовного отношения друг к другу, человеческих отношений. Но, скажем, меня, например, устраивают в нашей цивилизации некоторые вещи, связанные с культурой развития. Есть такие вещи с музыкой, с какими-то возможностями путешествия, с техническими какими-то возможностями. Это, скажем, меня устраивает. Возможность летать на самолёте, возможность ездить на автомобиле, возможность подняться в горы, возможность общения с людьми по интернету даже. С одной стороны, это плохо, с другой стороны, всё равно это возможность прекрасная, как бы мы общались. Поэтому вот то, что нас не устраивает в нашей цивилизации, это зависит от человека прежде всего. То есть от меня фактически. Вот это зависит. Что меня не устраивает, оно зависит от меня. Но для того, чтобы это понять, я должна очень много работать над собой. Мне кажется, всё равно, возвращаясь к этой теме цивилизации, мы должны в первую очередь обращать внимание вовнутрь себя. Это понятно, что никогда мы не уходим в сторону, не говорим, что виноваты все вокруг, а один я хороший или одна я хорошая. Я думаю вот что. Когда я задаю этот вопрос, я обращаю внимание всегда на то, что творится вокруг меня. Понятно, что моё участие в этом мире очень важно. И то, что я делаю, оно так или иначе отражается на этом мире, в конечном итоге возвращается мне. Ну, в данном случае, давай посмотрим, а сколько, на твой взгляд, современная цивилизация, наша цивилизация существует? Когда она начала строиться? Во время Ивана Грозного, во время Петра Первого, во время лжепетра Первого, во время, может быть, каких-то реформ, которые были до революции, со времён революции, с момента разрушения СССР, с момента, я не знаю, зарождения Америки или что-то ещё. Америка имеется в виду как страны, как государства. Хотя государства мне это неправильно называть, Соединённые Штаты там всё-таки. Вот, как, с какого момента ты отчитываешь точку отчёта нашей цивилизации, начало точки отчёта нашей цивилизации, с какого момента? Ты такой сложный вопрос задаёшь, это, я так думаю, не под силу ответить какому-нибудь даже академию. Хорошо, просто на вскидку, на вскидку. Вот я считаю, что наша цивилизация привёз тогда-то. Я вот как-то, первая мысль у меня мелькнула с Ивана Грозного, да, ну, это как бы вот первая мысль была такая. Потом я начала углубляться в себя и подумала, что, может быть, это с момента вообще создания некой городской какой-то поселенческой системы могло начать создаваться. Вот это как бы уже вглубь, уже туда вот далеко-далеко уходя. Но основное, если вообще совсем нашу брать, совсем вот сегодняшнюю, то я так думаю, что, наверное, с Петра Первого, поскольку сейчас, вот, например, я тоже нахожусь в городе Петра, и вот эта вот мысль, она у меня тоже укрепляется, да. Хорошо, Вера, ты что скажешь? Когда цивилизация-то вообще наша появилась, на твой взгляд? Ну, наша цивилизация пошла относительно… Ну, я вообще-то, знаешь, сначала хотела на тот вопрос ответить, что Ивана. Давай, ответь. Вот. И я так думаю, что каждый человек, он пришёл в то место и в то время, в котором ему нужно было прийти, да. И, соответственно, вопрос, что могу я сделать вот на данный момент, как в этой школе или на данном этапе цивилизации, что я могу сделать, чтобы стало лучше на Земле, на нашей родной матушке Земле, и каким образом я могу помочь другим людям понять то, что нужно сделать каждому, вот, то есть нести с собой какую-то лепту. А вот то, что, ну, мне не нравится, это, конечно, отношения, я даже не знаю, но это между людьми, просто отношения среди людей, их непонимание, их вот такое отношение, ну, к жизни, вот. Вот. Но, соответственно, поэтому они, что как относятся, так и получают, независимо от того, что кто сейчас сидит наверху. Это нужно меняться действительно, как вот сказала Елена, к каждому проработать вот это всё. А сейчас именно мы все попали туда, куда нужно, потому что сейчас очень-таки время жёсткое. Каждый должен принять своё решение, куда он к себе относит, к державе, к строительству или вот нахождению, пробождению этого времени, приведению нашей цивилизации. А то, что относительно начала вот данной цивилизации, ну, самый рассвет, я так сказала, в кавычках, это с Петра пошёл, но ещё, думаю, ещё раньше, это где-то пошло тысяч даже, тысяч тринадцать лет назад, как раз во время потопа, вот с того времени уже. Смелые заявления, смелые. Хорошо. Но когда начали действовать те силы, которые на разрушение именно человека, которые сейчас ещё больше действуют. Смело, смело. Хорошо. Ладненько. Значит, тогда я уточняю вопрос. Елена, давай так. Мы посмотрели, что цивилизация, с ваших точек зрения, достаточно продолжительное время идёт. И получается, что если уж по мнению Веры смотреть, то все перечисленные цивилизации так или иначе — это всё одна цивилизация. Потому что тринадцать тысяч лет назад срок достаточно большой, там и потопы были, там были и метеорные какие-то проблемки, там были и другие котовые эклизмы, и много-много чего-то происходило. Но так или иначе, эта цивилизация своим мировоззренческим каким-то взглядами, мировоззренческим отношением к жизни и прочими делами, она, вот как она началась, так она и продолжается. Да, многих объединяется. Но у неё этапы развития. Да, этапы развития. Но ведь она как… Этап развития — это получается, на мой взгляд, когда от низшего идёшь выше, 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 выше. Такая эволюция происходит, иностранное слово. И если мы говорим, что у нас всё было плохо тогда, а сейчас совсем хорошо, то это бы, да, было бы всё правильно, и гладенько, как ты говоришь, этапы развития. Но если вдруг мы видим, что когда-то было что-то получше, а сейчас стало похуже, то получается, что это не развитие. Это какая-то, наоборот, деградация получается. Но смотри, как люди к друг другу сейчас относятся, если сравниться, например, временами СССР? Лучше, хуже? Я так думаю, что хуже. То есть люди относятся в большей степени друг к другу потребительски. Даже если они говорят, что они что-то любят или кого-то любят, то прежде всего они любят получать удовольствие. Понятно. Вот первый вопрос ты ответила. Вер, ты согласна с этим? Согласна, да. Получается, что это не эволюционное. Получается, что во времена СССР был пик отношений хороших, а тут у нас спад пошёл. Значит, развитие уже не получается. Да, получается деградация. Дальше. Когда, скажем так, люди жили более стабильно? Во времена СССР, послевоенные, к примеру, или сейчас? Ну, они чувствовали, да. Ну, что касательно стабильности, вот я скажу за свои ощущения. Что я помню, когда я, например, заканчивала и закончила школу, то у меня вот это чувство, ощущение стабильности было гораздо больше, нежели оно имеется сегодня. То есть ты был увереннее в завтрашнем дне, хотя да, там были какие-то недостатки касательно потребления, которые теперь в избытке. И мы плакали тогда от того, что нам чего-то не хватает, кому колбасы, кому одежды, кому развлечений и свободы. Зато была какая-то уверенность в завтрашнем дне, и в собственных силах была уверенность. Сегодня больше стрессов, нежели уверенности. Не растекаемся под рево, потому что надо быстро нам отвечать. Вера, что скажешь? Ну, я тоже считаю, что тогда было более стабильно относительно социальных положений, вот то, что мне больше интересно. Но в то время я не могла получить ту информацию, которую обладаю сейчас, то есть она была закрыта. Хорошо. Значит, отношение среди людей ухудшилось, стабильность уменьшилась. Про информацию, наверное, ещё поговорим. Дальше. Когда было более, скажем так, безопаснее с точки зрения экологии жить на свете? Во времена СССР или сейчас? Что скажешь, Лена? Когда было? Небо голубее, травка зеленее, мороженое вкуснее и вода чище? Ну, с точки зрения экологии, чем дальше, тем хуже. Конечно, чище было и экологичнее, и продукты были экологичнее, и воздух чище. Так что здесь однозначно можно сказать, что… Ещё третий момент, значит, ухудшение произошло. Вера, ты что скажешь? Да, хочу сказать, да. Но до более ранней это надо было ещё лучше, в принципе, чем СССР. Мы сравним то, что у нас хотя бы вот есть… Ближнее, ближнее. Да, ближнее, потому что мы сейчас можем начать гадать, как мы там по Луне пешком ходили, да? Не будем. Да, не будем. То есть, получается, три момента уже мимо. Дальше. Скажите, пожалуйста, помимо стабильности, что будет дальше? Мир был безопаснее во времена СССР с точки зрения терроризма, взрывчатки, возможности кого-то убить и так далее? Или всё-таки сейчас он более-то безопасный? Ну, я бы сказала, что, учитывая, что тогда СССР являлся для всего мира таким сплочённым государством, которого как бы в некоторой степени даже побаивались, и держался некий баланс вот этой безопасности. Ну, даже внутри страны, скажем так. СССР представлял державность какую-то, и, конечно, было безопаснее. Я больше про внутреннее всё-таки понятно, что это, да, про внутреннее говорю. Вот внутри можно было, например, в СССР в тёмное время суток просто пройтись по парку, спокойно прийти с друзей, не вызывая такси, и так вот до дома добраться, чтобы тебя не грохнули, не порезали, там кто-то не ограбил? Ну, я бы сказала, конечно, тогда можно было прогуляться, хотя были всякие случаи всяких таких маньяков, там, каких-нибудь на сексуальной почве помешанных, это было, нельзя отрицать, иногда появлялось. Но, с другой стороны, сейчас, да, вот терроризм и безопасность, можно бояться, но есть и положительные моменты, какая-то безопасность и сейчас всё-таки присутствует. Но тогда было больше уверенности, меньше страха было, скажем так. Ну, понятно. В общем, тогда всё равно, если на весы положить, то перевешивает. Вера, что скажешь? Да, однозначно тогда было безопаснее. Мы так можем дальше продолжать сравнивать по поводу помойок, которые сейчас всё больше и больше вокруг крупных городов, которые вот даже стали в этот раз встречи с одним из известных людей большой страны, об этом поднималось, о том, что нет зарплат, люди сидят просто кушать не на что, люди сидят в долгах и так далее. То есть мы не видим, если так внимательно разобраться, да, культура, искусство, пожалуйста, да, информация без проблем. Этого можно касаться, и вы здесь тоже увидите кучу положительных и отрицательных моментов. Но даже если вот этого касаться, мы заметим, что экология стала хуже, жизнь стала опаснее, что выживать стало труднее, люди некоторые сидят без зарплаты, экономика рушится, хотя некоторые, надо отдать должное, предпринимаются действия и кое-что поднимается, это надо признать. Но я наблюдаю за частным бизнесом некоторых людей, и тот, который был, скажем так, пять лет более-менее стабильный, сейчас они просто сидят вот так руками разводят и говорят, я не знаю, мне предприятие надо банкротить и закрывать. Это прямо от одного, от другого, от третьего я слышу. Крупные предприятия, которые ухватились за госзаказы, ещё каким-то образом выживают, а может быть даже и хорошо развиваются. Особенно развиваются те, где так называемое достояние России. То есть «Газпром», «нефть» и прочее-прочее. За счёт недр Земли. Да, вот это стабильно, да, всё хорошо, замечательно. Военные стали так улучшаться, видно, что там военные заказы пошли, и многие хотят за них хватиться. Космические проекты там стали трясти тоже. Но всё-таки космос — это здорово, военные без этого нам не прожить однозначно, и это всё отлично, здорово. Но мы говорим, что если население даже вот в открытую обращается к президенту большой страны, в открытую, о том, что на что мне жить, у меня там куска нет, а у меня тут помойку, которая выше моего дома, продолжают её сбрасывать, и она увеличивается, что делать, да, или как мне там купить ботинки, в чём ходить, ну и так далее. То есть вопросы такие совершенно, которые не должны президента касаться. Это решаемые на местах. Вот если это всё происходит, получается, что не совсем нынешняя цивилизация всё-таки, на мой взгляд, хороша. Есть какие-то ухудшения, которые заметны, ухудшения по сравнению с тем, что было. Я не хочу заниматься какими-то там призывами, давайте вернёмся в СССР, в одну воду войти нельзя дважды, это однозначно, здесь необходимо что-то делать другое. Ну вот, но суть в том, что на самом деле люди всё чаще и чаще говорят, что жить становится сложнее, что расслоение общества происходит, хуже становится жить с точки зрения экологии, детей некуда пристроить, дети смотрят тот же самый интернет-телевизор, где всякую дрянь выбрасывается. В СССР этого не было, да, там и телевизионных каналов-то было меньше, про интернет вообще слово такое матерное никто не слышал, телефонов в каждой мухе не торчало, но как-то там и дети были пристроены, всё остальное. То есть я к чему это говорю? Не с точки зрения, чтобы поругать кого-то, а с точки зрения того, что если мы говорим про развитие, то в этом случае развитие – это что-то такое, что растёт, растёт, растёт. А тут получается, ба-бах, был достиг какой-то пик, и мы начинаем почему-то падать вниз. То есть нет постоянного роста, это не были какие-то промежуточные этапы для того, чтобы дальнейший рост был. Это говорит о том, что что-то происходит не так. А теперь вопрос, а что происходит не так? Может быть, какие-то взгляды в обществе кем-то как-то навязываются? Может быть, люди чего-то недопонимают? Может быть, те, кто свыше что-то не так делают? Может быть, какой-то идеологии нет? Может быть, какого-то идеала, да, иностранное слово, то есть цели в жизни? Может быть, как-то с другой точки зрения следует посмотреть на всё на это? Вот что ты скажешь, Лена? Я так думаю, почему это происходит. Во-первых, человек больше на низких уровнях энергии потребления находится. Отсюда все беды. А почему он там находится? Потому что ему не хватает знаний, я бы сказала. То есть его опустили на этот уровень, его решили знания, которыми он должен владеть, либо которые он должен вспомнить. А для того, чтобы вспомнить что-то и перейти на более высокий уровень, для того, чтобы было развитие, то нужно выйти из невежества. Получается, что наша главная причина — это наше невежество. Если коротко так. Отлично. Вера, что скажешь? Да, я хочу сказать, что вот если говорить о сегодняшнем пути развития, что здесь управление происходит человеком на основе его законов и потребностей. Меняются потребности, я имею в виду не у нижнего, как они считают, у нижней прослойки населения социальной, а у высшего. То есть какие у них потребности, такие законы они и себе напридумывают, вот с этой точки зрения. И, соответственно, ниже спускается, кто ниже, им другие какие-то потребности, они законы продвигают и так далее. А если сравнивать с другим путём развития, то там совершенно происходит на других уровнях не управления, а созидания, я бы так сказала. То есть каждый отвечает за то, что он может делать хорошо, ну и, соответственно, идёт распределение всех благ. Вот так вот. Понятно. То есть сейчас, опять же, мы подошли к чему, что та цивилизация, которая нам, на мой взгляд, я могу ошибаться, на мой взгляд навязана, она убрала из понимания человека какую-то очень важную цель его жизни, убрала какие-то знания, убрала какое-то понимание и взамен этого дала человеку, людям, представление о том, что надо жить вот так, то есть потреблять, быть довольным и счастливым от того, что у тебя есть квартира, деньги, и для того, чтобы это всё было, надо вкалывать, вкалывать, вкалывать. Но ведь это, на мой, опять же, взгляд, превращает человека в некого винтика внутри какой-то машины, какой-то системы. То есть человек, впитавший в себя эти так называемые ценности, которые ему подарила цивилизация, превращается не в человека, не в аза, а превращается именно в винтик, который должен себя подготовить, накрутить себе резьбу при помощи тех инструментов, которые ему даются в детском саду, школе, училище, институте на работе, и встроиться сначала в детский сад, в школу, в училище, институт и потом в работу. И там до тех пор, пока шестерёнки крутятся, он будет нормально существовать, зарабатывать. А как только в этой машинке что-то испортится или как у него резьбу сорвёт, он станет нужным, его выпроводят, и тогда он оказывается на помойке среди таких же винтиков с сорванными резьбами, с ловными головками, ещё с чем-то там и так далее. Похожа или не похожа нынешняя ситуация, на то, что я описал, или нет, Лен? Я думаю, что ты прав, конечно. То есть на самом деле, чтобы управлять человеком, нужно из него сделать вот этот винтик, который бы работал в этом механизме управления и исполнял свои функции нужные. Вот, например, я сейчас вижу, что вот этих вот винтиков вокруг очень много, и эти винтики очень довольны тем образом жизни, который они ведут. Вот сейчас вот в Питере здесь кипит вот эта вот потребительская жизнь. Здесь сейчас проходит вот этот чемпионат по футболу Кубок Федерации, и все люди очень довольны, я хочу сказать, все счастливы, что они имеют возможность участвовать в этом процессе. Да, да, в этом мероприятии, и главное их это вот как бы поучаствовать, поесть в разных ресторанах, повеселиться, на улицах музыка играет люди там. Ну, естественно, тут культурная программа очень хорошая, но тем не менее большинство, большинство, они вот этим потребительством довольны, потому что они находятся вот именно на этом уровне, и им больше ничего не надо, им нужно только заработать деньги, и они счастливы, что им могут быть под такими потребителями. Счастливые винтики, как хорошо. Вера, что скажешь? Ну, даже, опять же, об этих винтиках, что вот каждый винтик строго выполняет четко отведенную ему роль, ни больше, ни меньше, а за это ему просто получается бонус. Вот так вот. А если резьбу сорвало, то… Ну и все, тогда и бонуса нет. Бонуса нет. Понятно, еще почитаем немножко реплики и вопросы. Бабай, реплика в эфир. Вы все хорошо рассуждаете. Только, пожалуйста, исключите из обсуждения слова «государь» или спросите толкование всего слова «ухиневича». Сами судите. «Го», «суд», «арь». А еще у наших предков были слова «сударь» и «сударыня». Понимаете, к чему я? Это наше слово, а наш термин и наш термин. А значит, и производное от него государство. Молодец, Бабай. Я нисколько не спорю, что это наш термин. Мы все лишь разбираем, что же это означает «государство». Государство, где есть государь. Хиневич, насколько я помню, говорил так. «Го» — это корова, и суд, и «арь» — это тот, кто предоставляет коров. И поэтому он владеет теми землями, где эти коровы пасутся. И те, кто пасут этих коров, они так или иначе государю подчинены. Насколько я помню, приблизительно. Такое было толкование. Идём дальше. Солнце, я лично ничего не понимаю. Объясните просто и понятно, что такое держава, что понимается под этими понятиями, когда сейчас звучат слова «мы строим державу». Мы к этому придём, я думаю. Виталий из Эстонии, реплика в эфир. Конечно, можно было бы лучше, но глядя жаловаться. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Евгений Роденко. «Людям, заботившись о своём будущем и о будущем своих потомках, нельзя оставаться в данной деградирующей цивилизации». Александр Зачиар. «Смысл бытия в раскрытии творческих способностей». Виталий из Эстонии, реплика в эфир. «Цивилизация хороша, но некоторые личности мешают жить. Цивилизация — это руль. Куда повернёшь руль? Управление. Ну, понятно, куда повернёшь управление? Твоё дело». Олег Маслобоев. «Транскриция слова говорит за себя. Держава. Держание. Есть рост жизни. Аки, воля азов. А канализация, проституция и цивилизация имеют плохое окончание всегда». Виталий из Эстонии, реплика в эфир. «Цивилизация появилась с развитием науки в XX-XXI веке. А то, что люди до XX века были суеверны, это факт. Куда повернёшь факт твоё дело?» Реплика в эфир от Данила. «Цивилизация и я». Вопрос. «Как структура объединения каким-то порядком сложившихся вещей, состояний?» Современная цивилизация — очень сумбурное, неопределённое понятие. «Довольность нестабильностью, несправедливостью, пороками и другим багами системы. Лично я с трудом терплю, недоволен, но отталкиваюсь от страдания. Идите, ищите свет просветления себя». Как-то так. Благодарю за внимание. «Виталий из Эстонии. Реплика в эфир. «Цивилизация — это разделение на богатых и бедных». «Елена777». «Реплика в эфир. Здравия Алексея». «Елена и Вера читала в старых книжках, в былинах, обращение жены к мужу звучало как «державушка моя». То есть муж — это держава». Ещё немножко зачитаю. Геннадий Романенко, а то меня там уже упрекают, что мы не читаем реплики. «Реплика в эфир. «Держава развивает внутренние способности человека, а цивилизация приучает людей использовать всякие приспособления. Благодарю». Вот как раз мы сейчас к чему и пришли. Да, хороший ответ. То есть держава развивает способности человека, а цивилизация приучает людей использовать всякие приспособления. То есть в первом случае человек — творец, он развивает свои внутренние способности и становится творцом, а цивилизация даёт вот тебе калькулятор, вот тебе вещички, вот тебе супермаркет, вот тебе отравленная еда, вот тебе ещё что-то, вот ещё что-то, вот тебе условия жизни. Всё готово, живи. «Пользователь». Да, то есть пользователь, пользователь. Научился считать? Иди считай. Так, вот уже хороший ответ. Дальше и читаем. Гриша. Ответ на вопрос Алексея. «Меня не устраивает текущая цивилизация по некоторым причинам. Варварское отношение к природе. Везде помойка и увядание. Люди разобщены. Большинство людей запихали по многоэтажным склепам. Если раньше производство чего-либо было продиктовано необходимостью народа в этом, то сейчас всё перевёрнуто. Производство навязывает свои услуги народу, поэтому из людей растят квалифицированных потребителей. Деньги, которые стали мерилом всего от душа, совесть и ум, считаются второстепенными или вообще устаревшими понятиями». Как вам такая реплика? Отлично, поддерживаю. Так, Елена777. Вопрос эфир. Здравия, соведущая. Как вы думаете, не началось ли разрушение человека, семьи с разрушения сначала самой женщины? Сначала её заставили рожать в роддомах, потом вообще отняли детей и заставили работать вне дома. Девочки, что вы скажете? Да, согласна. Всё правильно. Как счастье, разрушение, да. И ещё одна реплика. Значит, это семья, да, давайте. Женщина-семья. Если я просто помещаю, женщина-семья. Я считаю, Алексей, по-моему, отдельная большая тема для разговора. Я согласен. Просто мы сейчас помечаем те точки реперные, то, что называется, те якоря разбрасываем, которые нам помогут кораблику-то остановиться где-то и уже принять какое-то решение. Виталий из Эстонии, реплика в эфир. Ну, цивилизация появилась благодаря фантазии, фантастики. Чем выше уровень цивилизации, тем больше разница богатых и бедных. Вот смотрите, как здорово получается. Получается, что так или иначе, сравнивая прошлое и настоящее, все понимают, что это не развитие, а это какая-то, получается, деградация. Мы пошли вниз. Получается, что ухудшение жизни на глаза. Да, картинок ярких завались. Вот залезаешь в интернет. Что хочешь? Набери вот это слово. Тебе там миллион ответов. Вот это слово, миллион ответов. Хочешь посмотреть это? Пожалуйста. Хочешь себя уничтожить? Пожалуйста. Хочешь кого-то убить? Пожалуйста. Хочешь взрослеть? Пожалуйста. Растись себя? Пожалуйста. Что хочешь? Найдешь любые ответы. Но такой вопрос, можете даже не отвечать. Как вы думаете, самые популярные вопросы в Яндексе и Гугле какие? А это как раз отражение уровня людей. Можете просто понабирать, поинтересуйтесь. Даже не набирайте, заберите. Есть системы, которые статистически, они отслеживают, какие чаще всего вопросы Гуглу, Яндексу и другим поисковым системам задают люди. Многим нормальным людям это станет непонятно. Как? А зачем это? А для чего это? Что, здесь какие-то маньяки собрались? А это самые популярные вопросы, задаваемые поисковым машинам во всём мире. То есть современная цивилизация взрастила некий клуб потребителей на все вкусы. И эти вкусы самые низменные оказались. Вот обратите внимание, идёшь по улице, встречаешь, ну праздник какой-то, да? Встречаешь людей, которые находятся в этом состоянии. Себя отравили, мозги залили, ничего не понимают, идут, что-то орут, что-то происходит у них непонятное. Плюют, бросают, стоят на остановке, курят, кто-то там наркотой балуется и дополнительно там все что-то ширяет в вену. Это что? Это для чего? Это как? Это почему? Для кого? Разве если цивилизация сделана для человека, может ли она уничтожать этого человека? Вот как вы думаете? А у нас на сегодняшний момент получается так, что люди через потребности, которые им навязали, удовлетворяя свои потребности, большинство людей себя уничтожает. Вопрос. Ну в этом случае-то цивилизация получается против человека, раз она позволяет человеку себя уничтожать, раз она предоставляет человеку возможности себя уничтожать, не взращивает самое лучшее, а взращивает самое худшее. помогает раскопать не самое лучшее, а помогает вытянуть наверх самое худшее. Разве это хороший способ жизни? Разве для этого мы в этот мир пришли? Как вы думаете? Конечно, не для этого. Я думаю, что она просто… Сейчас она отражает, цивилизация, цивилизация, состояние внутреннего развития человека, состояние его деградации. То есть она сейчас является зеркалом внутреннего состояния человека. И она, конечно, ему не помогает. Она ему сейчас помогает быть только потребителем. Но с другой стороны, Алексей, понимаешь, мне кажется, что-то мы слишком чёрную картину такую критики нарисовали, как-то нужно выбираться. Сейчас, сейчас, сейчас. Но сейчас. Я тебя понимаю прекрасно. Мне тоже это не нравится. Но ведь, понимаешь, в чём дело? Если хирург не поймёт причину заболевания, он не сможет исправить эту, не уберёт эту проблему. Поэтому мы сейчас, как вот хирурги, да, вонючая, да, противная, липкая. Хочется избавиться. Но вот мы сейчас добрались уже, мне кажется, до одной сути. Ведь ты сказала, вот цивилизация. Вопрос. А что, человек сам принял решение себя в это опускать? Человек сам решил себя вот в это дело засунуть и сам решил себя уничтожать? Или ему кто-то всё-таки помогает? Ну, вопрос сложный. С одной стороны, конечно, помощь оказывается, но, с другой стороны, у человека есть всегда свобода выбора. Быть или не быть. Вопрос. Выбор из чего? Между пивом и водкой? Нет. Быть человеком или опускаться на нижнюю ступень. Хорошо. Здесь пример показывается, каким человеком надо быть. Покажи мне, расскажи, пожалуйста. Ты у нас культурный человек. По музеям ходишь. Не знаю. Возможно, это, как сейчас принято говорить, человек должен проснуться и осознать, что что-то происходит в его жизни не так. И вот, как бы, что он просто должен быть недоволен тем образом жизни, которую он ведёт, и стремиться к чему-то светлому. Парадокс. Осознание, я так думаю. Только отлично, может что-то изменить. Откуда возьмётся сознание, если папа с мамами работают постоянно, занимаются своей карьерой и выживанием, заработкой денег? Ребёнок предоставлен окружению своему, таких же, как и он. Предоставлен интернету, где грязи навалом. Предоставлен телевизору, где Дом-2 и прочие хохотушки и всякие программы шоу и так далее. Почему, как ты думаешь, ребёнок должен задуматься о смысле жизни? Если он каждый день вокруг себя встречает вот это всё по телевизору, вот это всё в интернете, самые популярные ролики – это про убийство, про издевательство, про ха-ха, порнуха и прочее остальное. Самое популярное, я сейчас уже открытым текстом говорю. Можешь проверить меня, если не веришь. Дети, они же реклама показывают, как надо быть потребителем. Реклама же не рассказывает, проснись, человек. Реклама говорит, купи, пожалуйста, наши памперсы, купи, пожалуйста, нашу стиральную машину, купи наш порошок, мы тебе скидку дадим, а ты не хочешь, нет денег, иди к нам. Смотрите телеканал «Культура», там этого нет. Замечательно. Как ты думаешь, сколько смотрит канал «Культура»? Очень мало думаю. Ну вот и всё. Поэтому в школе какая задача? Там, вот если опять же сравнить образование СССР, образование сейчас современное. Сейчас ЕГЭ. Вот я со школой как-то связан и понимаю, что там учителя плачут, говорят, а мы кроме ЕГЭ ничего не делаем. Мы детей накручиваем на ЕГЭ. Раньше мы детей готовили знающими, мыслящими, думающими. А сейчас наша задача не думать, не мыслить, а уметь расставлять правильные галочки. И нас спрашивают за ЕГЭ, а не за то, сколько выйдет мыслящих людей из школы. Поэтому немного ли ты сказала «должны» в отношении людей, которые находятся вот в таком окружении постоянном, которое опять же создано средством массовой информации, детским садом, школой, училищем, институтом, где взращивают эти винтики? Немного ли ты от винтиков хочешь? Родители ведь, они приходят, они же на работе, а папа возвращается домой, у него там праздник был, или мама возвращается, праздник у девчата. Они возвращаются, они уже многие на веселе. Какая-то мама вернулась. Какой там ребёнок? Ты уроки сделал, сделал, всё, молодец, иди погуляй. И надо быстренько приготовить, чтобы мужу что-то там досталось поесть, чтобы он недовольный был. Папа приходит, праздник был, он уже под шофе. Какой там ребёнок? Иди погуляй. Мы тут с мамой сейчас разберёмся, кто прав, кто не прав. Меня макаронами с сосисками накормят, и я там пиво выпью и вслед в футбол смотреть, который, кстати, вот так хорошо сейчас чемпионат, как ты обрисовала, идёт, и всё ярко и замечательно. Какой ребёнок? Вы о чём? Почему ребёнок должен просыпаться? Почему этот заядлый футболист с пивом должен просыпаться? Почему мама, думающая о том, как завтра выглядеть на работе, в бегудях, какие там ей платья одеть и так далее, которая думает, это всё варя супчик или макароны мужу и ребёнку, должна задуматься о чём-то? Очень много ты сказала «вы должны». А откуда эти «должны» растут? В семье мы видим, что… Я с тобой, Алексей, целиком согласна, что, конечно, окружение – это, можно сказать, 80%, что влияет. Но всё начинается с семьи. Если в семье нет базы, не заложен фундамент, то да, окружение будет очень сильно влиять на ребёнка. Необходимо заложить фундамент. А для того, чтобы заложить этот фундамент, конечно, должны в первую очередь проснуться родители и осознать вообще, какой образ жизни они ведут и какая у них семья, какие у них ценности. Вот. И тут я тебя останавливаю. Вопрос. Почему они должны проснуться, если они как винтики вкручены в эту систему, которая заточена на то, чтобы эти винтики стояли на своих местах? Детьми занимается другая система. Это уже институт родительства, выходит из моды. Уже занимается кто угодно детьми. Телевизор, интернет, детский сад, школа и так далее. Почему вот к родителям претензии? Родители – это винтики. Они уже такие сложились, их уже закрутили, резьбу накрутили, они уже встроены в систему. Мы же выясняем. А тогда кто должен этих родителей пробудить? А почему родители должны пробудиться? И вот это должен, должен, должен будет опять очень много. И мы тогда превратимся… Это замкнутый круг нашей системы. Вот. Мы превратимся с тобой в Госдуму или Раду или что-то ещё, когда говорят «надо это, да надо, как сделать?» Не знаю. Давайте закон примитим. Собственным примером. О, отлично. Откуда этот пример возьмётся? И вот мы подходим. Ну ты пока подумай. Вера, скажи, пожалуйста, точку зрения. Как-то мы там с Леной увлеклись. Ну, я так вот что хочу сказать. Что существует некоторое сообщество, которое принимает решение о том, сколько должно быть человек на Земле, их роль. И поэтому им, людям, то есть человекам, ну просто людям, пусть народу, навязывается то, что нужно делать, их ценности, на основе которых они просто будут деградировать. Потому что им духовно развитые люди или просто развитые люди не нужны. Вот. Я думаю, поэтому. Хорошо. И вот теперь, наверное, мы приходим уже к вопросу, да, что делать и в чём же различие-то? Вот вы же не просто у нас тема-то о державном мировоззрении и отличие от цивилизационного. Правильно ведь? Не просто так. Мы в течение часа и пятнадцати минут разбирали эту тему. И, наверное, скрыли, наверное, все гноники-то уже скрыты, да, у нас? Лен, как считаешь? Хорош уже по гноникам-то лазить. Давайте уже о хорошем говорить, да? Что делать? Чернышевского вспоминать. Да, да, да. Что делать? Как быть и что делать? Да. Кому ещё надо вспомнить, кому на Руси жить хорошо, и у нас тогда получится литературный вечер. Вот. И вот давайте пересмотреть. Вот сейчас у нас мы с вами вскрыли все моменты, на мой взгляд, несколько нехорошие, затруднительные, которые цивилизация нам всем подарила. А вот теперь давайте рассмотрим, а чем же теперь она отличается от державности? Чем держава отличается от цивилизации? Поскольку цивилизацию, как мы выяснили, вообще всё, что угодно можно впихнуть, и современная цивилизация отвечает требованиям тех, кто настраивает машинку, где эти винтики, гаечки, шестерёнки, всё остальное будет крутиться. Мы это с вами выяснили, да? И там, по большому счёту, человеки, человечи, не нужны. Там нужны винтики. Вот сломался, выкинули, новый поставили, сломался, выкинули. То есть в Советском Союзе когда-то нам рассказывали про загнивающий Запад, там говорили, а там вот эта система, там люди не люди, там они шестерёнки, там они гаечки. И сейчас мы видим, что так или иначе эта вся система, она вернулась, ну не вернулась, а пришла к нам. И здесь так же, ты уволен, ты нас не устраиваешь, ты уволен, а кому, а почему я не уволен? А просто так, глаза твои не понравились, а просто так ты нам не нужен здесь. Вот то, что было на Западе и возмущалась вся передовая общественность СССР, проявляется теперь на территории бывшего СССР, во всех причём республиках, и в России в частности. Теперь давайте рассмотрим. Значит, цивилизационный метод отношения к людям, он, на мой взгляд, терпит полное фиаско. Он разрушается, потому что рушатся многие сообщества, семья. Да, о чём ты сказал, это отдельная передача, Лена, что должна быть? Я думаю, что да. Но она разрушена. Надо правду говорить, она разрушена на сегодняшний момент. Семья — это узаконенная проституция на сегодняшний момент, где маленькая часть процентов 10 понимает, что такое есть семья, и они хотят, чтобы у них были здоровые дети, счастье в детях, счастье в их будущем, счастье в том, что развивалось это всё. А 90% живут так. Ребёночек есть и хорошо, всё. Чего пускай дальше им занимаются? Школа, детский сад, я сдаю секции, куда-нибудь кружки, деньги за это плачу, да и всё хорошо. Вот этим заканчивает семья. Дальше мне не надо платить за проституток, а жена думает, а мне не надо платить, искать себе какого-нибудь сутенёра, который меня сосватывал. Всё хорошо, замечательно. Квартира есть, не капает, машина есть, меня всем снажает, отлично, здорово. Ну, примерно вот такое сейчас. И дальше, и дальше всё круче, и круче, потому что дети наши, взрослее, не хотят создавать семьи. Они думают, что главное, чтобы была квартира, главное, чтобы была машина, ну, а дальше там не хочется уже грязи. Вот, теперь смотрим. Это цивилизационный подход. То есть любая цивилизация, которая, как мы выяснили, строилась уже давным-давно, и как нам её предоставляют, это некоторая система, это мы сейчас отвечаем на вопрос Солнца, да, она задавалась, что же такое держава-цивилизация? Это некая система, где все подчинены определённому взгляду, определённому решению на этот мир, в этом мире, на этот мир, взгляд на этот мир и решению в этом мире, не полезному для большинства, а устраивающие кого-либо из тех, кто каким-то образом сумел добраться до руля. Я причём не имею в виду какую-то отдельно взятую страну, я имею в виду вообще нашу цивилизацию, потому что любая страна, которая находится в долларовом вот этом вот поле деятельности, она так или иначе подчиняется тем, кто этот доллар печатает и кто навязывает их в страны. Правильно? Это означает, что всё наше вот это мироустройство, оно подчинено вообще, не важно, в какой стране живёшь, оно подчинено принципам устройства вот тех, кто этим всем рулит. Итак, есть управленцы этого мира, которые не считаются с людьми, для которых люди — это гаечки, винтики, шестерёнки, и им необходима машина, которая бы работала. Да, машина вонючая, уничтожающая землю, ну, они-то знают, где им пристроиться. У них есть на Канарах земля, у них есть где-нибудь там в чистых местах с чистой водой и родниками, с чистыми полями земля, они там биопродуктами пользуются, у них хорошие клиники, у них всё замечательно, у них жизнь в шоколаде. Остальные их особо не интересуют. Вот согласны, да, современная цивилизация, по сути, это вот такой простой подход. Вот у кого-то есть всё, остальные подчиняются тем, у кого есть всё. И остальные — это не люди, остальные — это винтики. Согласны вы с этим или нет? Да. Да-да-да. Получается так. Да, вот мы долго разбирались для того, чтобы прийти. Давайте кому-то делать. Да, а вот теперь переходим. Что ж такое держава, на ваш взгляд? Ну, там ещё был разговор про государство, вот Вера когда прочитала, государство — это такая система управления неким пространством, людьми, сообществом, где есть тот государь, который или назначили, или который сам мазурпировал власть, пришёл к власти. Это и есть государство, на мой взгляд. Поэтому сейчас мы это оставляем и переходим к тому, а что же есть держава? Вот я не согласен с тем, что было Вера сначала прочитана, что держава — это какая-то мощная структура, где есть атомное оружие, где есть сильная армия, которая в случае чего может постучать по столу каблуком от ботинка и сказать, я вам Кузькину мать покажу, хотя Хрущёв и не стучал ботинком, ну, так принято считать. Что ж такое держава? Это мнение научного сообщества. Да, да. Вот что ж такое держава? Давайте теперь разберёмся, чтобы нам уже теперь окончательно сравнить и понять, что дальше делать. Лен, исходя из того, что мы поняли, что цивилизация — это одно теперь, что на твой взгляд держава? Мне кажется, держава — это то, что начинается с меня. Вот скажем так. Это то, как я могу взять ответственность и выстраивание вот этой ответственности. Держава — это то, когда ты становишься, как вот уже было, Алексей, по-моему, тобой сказано, возможность стать творцом, а не опираться на какие-то костыли. Так, а дальше? И державу нужно создавать как бы себя, со своей семьи, и только так можно дальше что-то изменить вот сейчас, начиная работать с себя. На основах на каких? И ради чего? Ради жизни на земле, я бы так и сказала вам песна, сохранения. Ну, хорошее определение, ладно, хорошо. Вера, ты что скажешь? Держава — что такое, ради чего, на каких принципах? Держава — это не управление, просто управление людьми, как винтиками, а соединение в ней высших небесных законов. То есть держава — это её мощь, покоится на могуществе каждого рода, достаток в роду, достаток в народе, достаток в народе, достаток в державе. То есть получается, получается, что никакого, как я говорила, управляющего свыше единоличного в державе нет. Вот так вот. То есть достаток в народе и достаток в державе. Ради того, чтобы каждый человек достойно жил, творил, созидал в этом мире. Лен, как тебе такой вариант? Согласна, согласна, да. То есть получается, держава — это не просто некое сообщество, не просто удовлетворение каких-то своих потребностей физиологических, пожрать, поспать и ещё что-то, да? Не просто оборона, а это нечто высшее, как сказала Вера. Это то, что есть какие-то устои, заветы, поконы, идущие сверху. От кого сверху? Для чего сверху? Ну для развития каждого рода, каждого человека, чтобы он стал азом на этой земле, созидателем, но потом и Богом. Вот теперь вот с Леной вы слились то, что говорится. И она сказала ради человека, человек, то есть если я сейчас буду подводить резюме, я, наверное, подведу так. Держава — это когда такой устройство жизни на земле, который не уничтожает землю, не уничтожает окружающую среду, позволяет людям жить безбедно в хорошей окружающей среде, но не просто цель — жизнь людей, а то, чтобы каждый человек, живя на своей земле, которая не испоганена, не ухудшена, чтобы он мог развиваться, исходя из его предназначений высших, помогать развиваться тем, кто рядом с ним, помогать развиваться своим детям, взращивать какие-то свои положительные, хорошие качества, божественные, потому что демонические качества или пекельные качества будут разрушать землю. А мы говорим то, что земля должна быть неприкосновенна с точки зрения ухудшения, а только помогать ей улучшаться. Значит, получается божественное развитие, взращивание в себя божественного по помощь другому. И за счёт этого общество также настроено на то, чтобы осовершенствоваться, улучшаться, не разрушая ничего на этой земле. Ответственность за землю, ответственность за себя, ответственность за свой дух, душу, ответственность за рядом стоящие. То есть получается, держава — это некая сообщность людей, живущая по вышеспущенным нам конам, кону по конам, охраняющая землю, дающая возможность каждому понять, для чего он здесь, на этой земле, создающее общество на этих принципах. И получается, что каждый человек, исходя из этого, ради земли, ради державы, а держава — ради каждого человека. Получается так? Да, так получается. Лена, что скажешь? Как тебе такая формулировка? Ну, грамотно, грамотно. То есть, если цивилизация предусматривает, хоть ты сдохни, но не исполнил, сорвалась резьба, пошёл нафиг, если земля перестала родить, ну её нафиг убрали в сторону, идём на новую землю, это уже уничтожено, идём на новую землю и так далее. Ну, сгорело и сгорело, смыло и смыло, не волнует, другая найдётся и так далее. То есть прибыль, 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 винтик, винтик, винтик и так далее. Кто-то свыше получает всё, а остальные подстраиваетесь. А держава — это когда каждый человек ради державы, держава ради каждого человека с сохранением той земли, которая передана предками. То есть если земля сохраняется, означает поконы и законы, и предками переданы, исполняются, значит, мы чтим заветы предков и существуем и живём ради того, чтобы исполнить свой высший долг, который спущен сверху. Вот так это получается держава. Согласны? Да. Слушатели, зрители, вот мы сейчас много чего наговорили. Вы как с этим? Согласны, не согласны? Как-то нам ответьте, пожалуйста. Музыкальную паузу прошу. Да, хорошо. Давайте сделаем так. Сейчас я поставлю музыкальную паузу, и после этого мы уже продолжим разбирать тему с новой точки зрения, а как теперь этого всего добиваться, потому что мы, в общем-то, уже пришли к какому-то пониманию, и мне интересно, это понимание совпадает с тем, что мы говорили у зрителей, у слушателей, или не совпадает. Итак, музыкальная пауза, старенькая песенка времён СССР, весёлые ребята, на чём стоит любовь, насколько я понимаю, будет звучать. Народная славянская радио Для пытливых умов Продолжение слушайте в следующей части. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова